Названные условия досрочного выхода на пенсию – это касается той категории граждан, которые потеряли работу. Куда необходимо обращаться в таких случаях, рассказывает наш корреспондент. После увольнения или сокращения гражданин должен сразу же зарегистрироваться в качестве безработного. При этом он категорически не должен отказываться от поиска новой работы, а во время встреч с потенциальными работодателями проявлять заинтересованность. Кроме того, потенциальный пенсионер не должен отказываться от обучения по направлению, которое выдает ему служба занятости. Если все попытки найти новую работу не увенчаются успехом, сотрудники центра занятости предложат безработному досрочно выйти на пенсию. В таком случае можно подавать соответствующее заявление в пенсионный фонд. Те работодатели, у которых имеются рабочие места, вредные и опасные рабочие места, страхователь уплачивает страховые взносы по дополнительным тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки условий труда. И вот эта информация попадает к нам в пенсионный фонд. И мы располагаем сведениями, какие профессии являются льготными, и какой конкретно гражданин работает в этой профессии. Отметим, что также на досрочную пенсию могут рассчитывать те категории граждан, которые трудятся на вредных производствах и в тяжелых условиях труда. Полный печень категории граждан, которые имеют право на досрочную пенсию, можно найти на сайте пенсионного фонда. В Тверской области работает более 250 предприятий с вредными и опасными производствами, на которых трудится более 8,5 тысяч работников. Ежегодно на территории Тверской области досрочную страховую пенсию назначают более 1600 жителям нашей области. Подытожим, что все это возможно только в том случае, когда соблюден самый важный фактор для досрочного выхода на пенсию. Россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова